Привет друзья! Привет мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю бисквит. Этот бисквит всегда получается. Это очень легкий рецепт, который получается с первого раза у любого, кто готовит по моему рецепту. Этот бисквитный рецепт я взял у знаменитого австрийского кондитера Карла Шумахера. Я им пользуюсь уже много лет, он у меня всегда получается и я с удовольствием делюсь этим секретом с вами. Для приготовления бисквита горячим способом по рецепту австрийского кондитера Карла Шумахера я использую яйца, молоко, сливочное масло, ванильный сахар или ванильный экстракт, сахар, мука, кукурузный крахмал. Обратите внимание, именно кукурузный крахмал, не какой-нибудь другой, а именно кукурузный. Цедра лимона, кукурузный крахмал, а также инвертный сироп и немного соли. Я взял необходимое количество яиц, переложил их в специальную емкость, которую можно нагревать на паровой бане. Паровая баня уже нагрета, я высыпаю в емкость с яйцами всю порцию сахара. Также сюда я высыпаю соль и цедру лимона. Всю смесь мы, непрерывно размешивая, нагреваем до температуры не выше 45 градусов. Если мы нагреем выше, яичная смесь у нас коагулируется и мы получим сладкий омлет. Лимонную цедру нужно снимать самым-самым тонким слоем, чтобы была только желтая часть. Это цедра из одного лимона. Я высыпаю ее в смесь яиц с сахаром и солью. Добавляем ванильный сахар. Для того, чтобы точно определить температуру нагрева яичной смеси, я использую кулинарный термометр. Конечно, когда вы уже сделаете 10-20 бисквитных основ для теста, вы уже будете знать на внешний вид, как выглядит яичная смесь, нагретая до температуры 45 градусов. А пока, самый лучший способ, это взять термометр, опустить его в середину яичной массы, не касаясь дна, и проверить температуру. Подставляем с огня и выливаем дежутистомеса. Благодаря тому, что мы нагрели яичную смесь, связи белков ослабились и нам будет легко взбивать яичную смесь. Я взбиваю не меньше 15 минут на высокой скорости миксера. Яичная смесь с сахаром, лимонной цедрой и солью взбивалась 15 минут. Теперь, внимание, еще один секрет. Для того, чтобы смесь для бисквита стабилизировалась и в ней были самые равномерные пузырьки воздуха, я включаю тестомес на тихий ход и перемешиваю, именно перемешиваю, еще не менее 10 минут. За это время яичная смесь обретет очень особую текстуру, которая поможет бисквитной основе иметь очень прекрасный размер пузырьков. Пока это будет все взбиваться и размешиваться, я приготовлю еще один компонент. Я использую сливочное масло, молоко и инвертный сироп. Инвертный сироп я готовлю сам. Смесь молока, инвертного сиропа и сливочного масла я нагрею на огне до равномерного растворения и охлажу градусов до 30. Теперь я беру смесь муки высшего сорта и кукурузного крахмала, смешиваю и просеиваю, для того, чтобы мука насытилась кислородом. Еще один секретик, как правильно вырезать лист пергамента по диаметру нашей формы. Я беру лист пергамента немного больше размера диаметра разъемной формы и складываю из него обычную детскую фигурку, как мы и раньше делали в караблике или панамке. По диагонали и еще точно так же два раза. Теперь берем эту бумажную заготовку, прикладываем ее к воображаемому центру формы, отмечаем пальчиком и отрезаем. Раз! Вуаля! У нас получился идеально ровный лист пергамента. Как раз такой, как я хотел. Для того, чтобы вот такая была обечаечка пергамента по шву формы разъемной. Если нам нужно больше, можно немножко больше сделать припуск, он будет выступать. И надеваем нашу разъемную форму. Форму я ничем не смазываю. Духовка у меня разогревается до температуры 160 градусов. Многие люди, которые очень четко соблюдают ГОСТ или технологию, скажут, нет, бисквит выпекается при температуре 200-210 градусов. Я с вами согласен, но именно бисквит по рецепту знаменитого австрийского кондитера Карла Шамахера выпекается при 160 градусах. Я пробовал именно этот рецепт выпекать при температуре 170, 180 и 200 градусов. Но самая лучшая текстура бисквита получается именно при температуре 160 градусов. Для этого диаметра формы бисквит выпекается ровно 40 минут. Не больше и не меньше. И никогда не пригорает. Получается всегда идеально. Как будто бы вы пришли и купили его в магазине. Он всегда получается одинаково прекрасным и одинаково идеальным. Обратите внимание, как прекрасно стабилизировалась яичная смесь. Какие меленькие пузырочки. Какая она нежная и замечательная. Я не смазываю стенки формой для бисквита. По той причине, что когда стенки сухие, бисквит легче по ним карабкается и легче поднимается. И не опадает. Яично-сахарная смесь взбивалась на тихом ходу теста мяса еще больше 10 минут. Пузырьки очень меленькие. Смесь прекрасно взбитая. Именно благодаря тому, что мы взбивали на большой скорости и на маленькой. Сейчас я буду частями высыпать смесь с кукурудным брахмалом. И замешивать бисквитное тесто. Я это делаю силиконовой лопаткой, проворачивая одновременно и чашу, и вращая лопаткой. Вот так. Все нужно делать быстро и легко, чтобы не удалить пузырьки воздуха из яичной смеси. Это самый ответственный момент в приготовлении бисквитного теста. Я слегка перемешал яичную смесь с мукой. Теперь откладываю одну часть смеси яиц с мукой в емкость с молоком и маслом. И размешиваю. Аккуратно перемешиваю. И выливаю все это обратно в чашу. Работаем очень быстро. Опять тщательно перемешиваем, но очень легко. Чтобы сохранить как можно больше пузырьков воздуха в яичной смеси. Аккуратно переливаем в форму. Ставим бисквитное тесто в печь. Бисквит остыл в форме. И теперь я его буду доставать. Он прекрасно пропекся. Цвет светло-коричневый. Как раз тот, что я люблю. Я провожу ножом по форме. Я использую разъемную форму диаметром 26 см. Хотя по рецептуре, именно для этого торта, форму нужно брать 23 см. Из-за того, что у меня форма немножко шире, бисквит получается не такой высокий. Я переворачиваю бисквит на решетку. Донышко прекрасно и равномерно пропеклось. Теперь оставляем бисквит на выдержку. Обычно оставляю на сутки, а бывает даже и на двое. После выдержки бисквит будет иметь прекрасную текстуру. Он будет меньше крошиться и больше впитает в себя сиропа, не раскисая. Сегодня я приготовил классический бисквит горячим способом по рецепту знаменитого кондитера Карла Шумахера. Готовьте по моим рецептам. Пишите, что у вас получилось. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Кнопочка внизу. И помните, друзья, кухня это самое спокойное место. Продолжение следует...